Здравствуйте! Социальная драма Динары Асановой «Пацаны» о трудных подростках 80-х годов – настоящая классика киноиндустрии. Очень глубокий, трогательный, настоящий фильм. Главными героями картины стали пацаны, непрофессиональные юные актеры, судьбы которых были очень похожи на судьбы их персонажей. Большинство из тех, кто сыграл воспитанников Антонова, были теми самыми трудными подростками, о которых идет речь в картине. Давайте вспомним актеров, сыгравших в этом фильме. Андрей Зыков в фильме «Вова Киреев», взятый на поруки Паши прямо в зале суда 15-летний парень со сложной судьбой. До съемок в «Пацанах» не помышлял об актерской карьере. Учился в спецшколе и был приглашен Динарой Александровой, которая оценила его выразительную внешность и манеру поведения. Артист Зыков снялся в 1984 году в полнометражной ленте «Один и без оружия» и позже в нескольких документальных картинах о том, как велась работа над фильмом «Пацаны». На этом его кинематографическая карьера завершилась. Сейчас Андрей Зыков живет в Санкт-Петербурге и работает системным администратором. Несколько лет назад у него родилась внучка. Сергей Наумов родился в 1967 году в фильме «Саша Белоусов». Парень с хорошо заметными татуировками на руках. Татуировки, кстати, настоящие. Саша действительно был самый настоящий малолетний преступник. Сергей родился в обычной ленинградской семье. Родители развелись, мать вышла замуж во второй раз. Отчим не нашел общий язык с Сергеем. Мальчика определили в спецшколу, где его и нашел помощник режиссера картины «Пацаны». Вскоре после выхода фильма Наумов попал за решетку. Там он пребывал недолго. Однако уже спустя три месяца после освобождения снова был арестован. Наумова обвинили в вооруженном грабеже. Бывший актер был приговорен к семи годам заключения. В 2014 году Сергей Наумов принял участие в съемках программы «Пусть говорят». Согласно его признаниям, с законом он больше проблем не имел. Женат, воспитывает детей. Евгений Никитин родился 10 августа 1957 года. В фильме «Заместитель Паши» ненавидимый пацанами Олег Павлович. До пацанов актер уже снялся в нескольких фильмах. Дебютом была картина «Свадебная ночь» в 1980 году. Фильмография актера на сегодняшний день более 90 ролей в кино. В активе актера заметные роли в картинах. Последний бой майора Пугачева, полковник, СМЕРШ, Михаил Капитонов, Доктор Смерть, Федор Иванович Шипулин, Адмиралы районы, генерал Рубцов. Также он является известным исполнителем песен в стиле шансон, Выступает с концертами, Разведен, имеет дочь Елизавету, Проживает в Беларуси. Олег Хурев родился 25 июня 1963 года. В фильме «Андрей Зайцев». Один из выгнанных из лагеря. Его в фильме изобразили как почти безнадежного подонка. Олег после школы поступил в Ленинградское речное училище. Он рано женился. Училище он так и не окончил, Так как в молодой семье один за другим родились два сына, И нужно было содержать семью. Он мечтал сниматься в кино и дальше. Хотел хоть кем-нибудь устроиться на Ленуфильм, Но места не было. Пошел работать с водителем троллейбуса. Семейная жизнь не сложилась, Супруги развелись. Как-то на работе залез на троллейбус, Чтобы поправить рога. Упал и ударился головой об асфальт. Через некоторое время у него начались эпилептические припадки. Он скрывал от всех это, Даже от матери и брата. Последние годы жизни у Олега не было работы. Деньги на еду ему давала мать. Олег пропал. Более месяца родственники его искали. А потом им позвонили из милиции. И сказали, что тело Олегу уже 40 дней лежит в морге. Олег Хорев ушел из жизни 8 сентября 2001 года. Ему было всего 38 лет. Александр Савков родился 4 апреля 1966 года. В фильме «Друг Зайцева» Рублев. Тоже негодяй, но склонный к раскаянию. Актером не стал. Непродолжительное время работал в такси и охране. Потом купил грузовые автомобили, Занимался грузоперевозками. Уже работая сам на себя. Жил в Санкт-Петербурге. Был женат и у него есть дочь. Скончался в 2004 году, в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся трон. Александр Хорошкевич родился 16 января 1964 года. В фильме «Борис Шмырев». Парень, шарившийся по директорской палатке в поисках сигарет. Роль Шмырева стала не первой для актера. В 1977 году Хорошкевич снимается в главной роли в фильме «Вторая попытка Виктора Крохина». И на следующий год получает роль в фильме «Случайные пассажиры». После «Пацанов» снялся еще в двух проектах и пропал окончательно с экрана. Проживает в Санкт-Петербурге и работает водителем в УВД. Вот уже много лет. Алексей Полуян родился 4 апреля 1965 года. В фильме «Трудный подросток Синицын». После окончания средней школы поступил в ПТУ 64. Получил профессию ролевой моторист. Попал в кино после приглашения от ассистента режиссера Динары Осановой, случайно встретившей его на улице и пригласившей сниматься в фильме «Пацаны». В отличие от большинства других, сыгравших в фильме «Пацаны-воспитанников трудового лагеря», он продолжил карьеру в кино. В основном играл во второстепенных и эпизодических ролях, среди которых особенно выделяются роли в фильмах, особенности национальной охоты и операции с Новым годом. Широкую популярность приобрел в 2007 году после выхода фильма «Груз-200», где исполнил роль милиционера-маньяка Журова. Несмотря на тяжелую болезнь, снимался до последних дней жизни. Писал музыку, сочинял стихи. Работал в Ленинградском театре абсурда и театре реального искусства. Был дважды женат, имел двух дочерей. Скончался на 45-м году жизни, 8 января 2010 года. Виктор Михеев родился 10 октября 1960 года. В фильме командир отряда славяне, длинноволосый хиппи, игравший на гитаре. В 1978 году окончил Ленинградское ПТУ, номер 102, получив специальность слесаря-инструментальщика. С 17 лет начал играть в различных музыкальных группах в качестве гитариста и бас-гитариста. В 1982 году попал в команду кинорежиссера Динары Осановой и снялся в небольшой роли в ее фильме «Пацаны». После съемок стал работать на ленфильме. Сначала рабочим, потом постепенно перешел на административную, а после и на режиссерскую работу. Писал сценарии для документального и игрового кино, для рекламных роликов. Снялся в нескольких фильмах. В 1993 году получил главную роль врача скорой помощи Дмитрия в фильме «Секемоху». Также занимается режиссерской деятельностью и играет на бас-гитаре в музыкальных коллективах. Валерий Михайлович Приемохов родился 26 декабря 1943 года в Амурской области. В фильме директор лагеря Павел Васильевич Антонов. Паша, как называют его пацаны. У Валерия Приемохова было веселое детство, где было место самым разным событиям. Но ничто не мешало Валерию посвящать время своей главной страсти – чтению. В 40-градусный мороз он шел в библиотеку за 4 километра и потом под одеялом читал с фонариком произведения Майна Рида, Джулия Верна и Диккенса. Карьера Приемохова началась с рабочей специальности, так как попытки поступления в Институт авиации не увенчались успехом. Он работал токарем и по совместительству вместе с друзьями посещал студию народного творчества, где играл в спектакли. Именно на этом этапе своей биографии Валерий окончательно определился со своим будущим и поступил в театральный факультет Дальневосточного педагогического института, который окончил в 1966 году. А в 1973 году Приемохов окончил в ГИК. Но кинематограф, казалось, совсем не ждал его с распростертыми объятиями. В 1979 году Приемохов дебютировал как актер в семейной драме Динары Осановой «Жена ушла», сыграв брошенного мужа главной героини в исполнении Елены Соловей. Творческий союз Приемохова с Осановой был на редкость удачным, и их следующей работой стала мелодрама «Некудышная», в которой Приемохов выступил в качестве автора сценария и в качестве актера. В 1984 году появляется очередная работа актера, как сценариста «Милый, дорогой, любимый, единственный», в которой Валерия играет роль таксиста, а мошная – попутчицу, с грудным ребенком на руках. Всего Приемохов снял с 28 картинок, как режиссер поставил три фильма и написал сценарий к 14 картинам. Последней работой Валерия Приемохова в кино стала картина «Кто, если не мы», снятая им в 1998 году. Во время учебы в институте Валерия познакомился со своей будущей женой Эллой. Это была очень красивая девушка, не испытывавшая дефицита в поклонниках, за которой пытались ухаживать даже преподаватели, но она отдала предпочтение именно Приемохову. Они не были расписаны, у них родилась дочь, но это не удержало брак от распада. Картина «Пацаны» стала судьбоносной и для Приемохова, и для Машной. На съемках картины, когда Приемохову исполнилось уже 40 лет, отношения между актерами стали стремительно развиваться. Через три года после этого они поженились, но брак продержался всего четыре года. На съемках фильма «Штаны» Валерий познакомился с любовью Шутовой. В Одессе у них вспыхнул роман, который впоследствии перерос в отношения. Шутова и Приемохов возвратились в Ленинград, чувствуя ответственность друг за друга, но на совместную жизнь решились не сразу. Она была замужем, имела ребенка, а Приемохов боялся очередной ошибки. Но любовь оказалась сильней. Жизнь Валерия оборвалась внезапно в возрасте 56 лет. Утром 25 августа 2000 года он скончался от рака головного мозга. Спасибо за просмотр. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!